У войны не детское лицо. Югостинским школьникам рассказали о злодеяниях нацистов во время Великой Отечественной войны. Лекцию читал доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры информационно-аналитической деятельности Московского лингвистического госуниверситета. Я когда дошел в этот зал, ребят, посмотрел на вас те, какие вы красивые молодые. И знаете, я что хочу? Я с удовольствием поменялся с каждым из вас мечтами. Это так замечательно, когда все тяжелее впереди, когда все еще предстоит увидеть. Единственное, что вы должны понимать, что вы сейчас такие вот юные, веселые, молодые. Это так, если вы хотите? Поэтому надо успеть очень многое делать в жизни. Вы знаете, с чего я начал сегодняшний утро? Я пошел в два места и поклонился этим двум местам. Это был Вечный Огонь, я нашел его. Пришел туда и поклонился там герои Советского Союза, уроженцы этих мест. А потом поклонился памяти тех людей, кто стоял эту землю уже в другое время. А ведь все они были такими же, как и вы. Юными, молодыми, веселыми, разными. И каждый из них постарал себя в личности. Я хочу, чтобы тоже из вас выросли вот такие люди, которые будут гордиться своей страной, землей, своим домом, своими родными, своими близкими и традициями своего народа. Профессор рассказал о лагерях смерти, о том, какую роль играла арийская идеология в воспитании новых поколений. Он, с сожалению, отметил, что сегодняшнее поколение мало знает об истории зверствах, которые учинили фашисты. Я был где-то, ну, 65-70, нет, 65-70, школа, библиотек, где выступал в такой же детской аудитории. Правда, никогда не выступал вот такой. Как будто все дети в старшеклассе, в деспублике собрались здесь. Я понимаю, что не все, но спасибо вам, организаторы. Так, я хочу, что сказать, я иногда задаю вопросы. Я очень прошу учителей, потом не говорить, что дети, вы меня позорили, что, я уверяю вас, я выступал в элитных московских школах. В элитных, где-то элиты учатся. Когда я задавал вопросы, я очень редко получал на них ответы, один-два ребенка больше отвечали. Но вопросы ответили только в одном месте, в Суворовское и Тульское училище. Ну, там ребят специально учат. И еще раз говорю, не в этом ваша вина. Даже не вина педагогу. Ну, такая, извините меня, несколько другая жизнь и другая система образования стала. И у себя там это ощущают. Я всю жизнь работаю педагогом, я ощущаю. Не совсем то происходит. И я хочу, чтобы вы знали такие вещи, которые вот знают дети, которые я успел рассказать. Более 300 школьников с большим интересом слушали профессора, задавали вопросы. Лекция сопровождалась в демонстрации фото и видеоматериалов. Здесь же наградили участников и победителей конкурса рисунка ко дню разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Он проходил по инициативе Руссотрудничества и Организации Руссы. Кудоева Милана, школа номер два. Желаю тебе дальнейших интересов и в жизни, и в проекте. Вот все. Спасибо вам большое за участие. Зарина Кучиева, Азамат Кудзи, информационный выпуск сегодня.